Почему в отношениях человека, который почти игнорирует меня, мне постоянно кажется, будто он хочет встречаться со мной? Почему в моих снах он заявляет мне, что любит меня, и как определить, не является ли это проекцией моего собственного ума? Как избавиться от этой проекции? Важный такой вопрос. Вот несколько моментов я хотел бы отметить в этой вещи. Есть такие тонкие вещи, которые мало кто может понять, но они есть. И поэтому мы сейчас об этом немножко поговорим. Первое, что... Сзади меня слышно, да? Всем там? Первое, что здесь хочется отметить, это то, что есть определенные тонкие сущности, которые поддерживают отношения. Такие добрые духи, которые поддерживают отношения. Это описано в ведическом писании, в которых вещи описаны. Но это тонкие вещи, и людям не обязательно это знать, потому что часто они начинают беспокоиться об этом. То есть они боятся вот этих всех разных видов жизни, которые нам непонятны, неизвестны. Но очень просто понять, почему так. Допустим, человека влечет, другому человеку влечет. Какая-то сила. Вот эта сила, она... Какая-то тонкая сущность связывает от людей. Это сила. Даже ты, допустим, пытаешься забыть, и все равно вспоминаешь. Ну то есть смотрите, как вот эта безответная любовь развивается. То есть человек влюбляется, и появляется эта сущность, которая питается энергией любви. И она показывает образ, вот этот образ мужчины, который нравится. Откуда он возникает, этот образ? Если мужчина, который нравится, вообще не думает о тебе. Как? Нет связи, нет контакта. Если был контакт, это другое. Уже между ними связь идет. Но если нет контакта, нет связи, откуда возникает этот образ? Он ни сном, ни духов, ни думает, ни вспоминает, никак вообще. Но во сне снится, и приходит, говорит, я тебя люблю, там, и так далее. Почему так происходит? Потому что есть сила, которая отвечает за эти вопросы. И очень важно знать, что можно впасть в иллюзию, в серьезную иллюзию. Я знаю одну девушку, которая 15 лет уже ждет молодого человека. И она уверена, что он ее любит. Так как это оба мои знакомые, я с ним разговаривал серьезно на эту тему. И он говорит, что вообще, по-моему, никаких интересов. Но она четко убеждена, что я прям вижу, что у нее вот в глазах вот эта связь с этим тонким, тонкой сущностью, которая ее мучает. Так же бывает, когда бросает близкий человек. Кажется, что он хочет вернуться. Он уже забыл про тебя совсем. И вот этот дух, который был в отношениях между мужем и женой, он почему так глупствует? Потому что он не может питаться отношениями. Ему приходится питаться подмогу человека вместо духа. И поэтому постоянно жар идет из сердца. То есть человека бросили. Тот, кто бросил, у него нет контакта с этой сущностью. А тот, кого бросили, у него остался контакт. И у него начинает сжечь сердце. То есть мучает плохо, больно. Он ничего не может с этим сделать. Мучается постоянно. Тяжелая ситуация в жизни какая-то. Есть еще разные признаки, которые возникают в результате, создаются иллюзии. Например, когда смотришь на человека, которого влюблен, так как ты смотришь на него, из твоего взгляда исходит сила, то его лицо под твоим взглядом меняется. Оно становится другим. Как будто бы он тоже так же настроен. Хотя он никак не настроен, но взгляд сам меняет лицо. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении. Ну то есть такой вот настрой, восприятие. И это тоже создает иллюзию. Особенно девушки, они не могут сохранить прежнее лицо, когда на девушку смотрит кто-то, она отражает. Сама того не понимая, отражает взгляд. И лицо меняется, оно соответствует тому, как ему хочется. Идет отражение взгляда. Такие вот моменты. Что делать? Надо понять, что вся загвоздка, вся проблема в том, что мы часто ставим вот эту влюбленность высшей целью своей жизни. Это является проблемой, которая заставляет сдавать экзамены. Причем сдавать экзамены, даже когда ты уже нашел себе близкого человека. Потому что, если ты хочешь влюбленности всю жизнь, значит с близким человеком в течение трех лет, спасибо большое, она примерно через три года заканчивается. У кого больше трех лет влюбленность длится уже близкого человека? Ну, несколько человек обычно поднимают руки, да. А в основном у всех заканчивается за три года. А ты ждал влюбленности, и ты хотел ее всю жизнь. Вот этой влюбленности я хотел всю жизнь. Такой результат, уже начинается разочарование. Что-то такое, вроде бы у нас что-то было, а теперь нет. И что делать теперь? Естественно, что хочется опять влюбленности. Потому что человек верит в влюбленность, он поклоняется влюбленности. В результате неожиданно он обнаруживает, что у него появляется другая влюбленность. Хотя у него уже есть дети. Уже семья, дети, но у него появилась другая влюбленность. Так он верит в влюбленность. Он говорит, влюбленность — это самое главное в жизни. Это закон, это самое главное правило. Кого любят, с тем и живем. Значит, в результате мы бросаем того, с кем вы жили до этого. Даже есть такие мыслители, которые считают, что это правильно. Даже некоторые говорят, что это есть медическая культура. Бросать близкого человека и жить с тем, кого ты любишь. В данном случае понятие «любовь» немножко видоизменяется, потому что любовь — это совсем не влюблённость. Любовь — это чувство, которое вырабатывается в результате труда над отношением. Когда человек начинает чувствовать, что он готов пожертвовать себя близкому человеку, он хочет его воспитывать, он хочет что-то делать для него без всякого ответа, без отдачи, это уже значит, что появляется любовь. Он значит, что чувствует возвышенные качества в человеке. Потому что в обычной ситуации люди чувствуют только наслаждение друг от друга. Они чувствуют наслаждение качеств друг друга, они не чувствуют в этом. Качество начинает человек чувствовать, когда он служит близкому человеку. Служит не означает наслаждается. Ему означает, что что-то делает и не ждёт чего-то взамен. Допустим, если женщина постоянно требует от мужчины «улыбайся мне, говори нежно со мной», это не служение. Служение означает готовить, сырать, сыграть и делать это бескорыстно. Точно так же мужчина, если он постоянно конючий, то женщина что-то хочет наслаждаться, ей обнимает её с целью наслаждаться. Это не служение. Служение означает выполнять свой долг перед ними. Заботиться о ней, терпеть её эмоции. Это вот любовь означает, что мужчина терпит эмоции женщины. Готов принять её, так вот какая она жизнь. Для того, чтобы любовь существовала в жизни, для этого нужны силы. Близкий человек эти силы не даст, он их расходит, он пользует их. Дети силы не дают, они пользователям тоже. Мамочка тоже не даст. Есть только один способ эти силы получить, это духовная практика. Это отношение со святостью, с чистотой. Потому что источником любви, настоящей, чистой, является Бог. Поэтому человек, который не занимается духовной практикой, по факту не может сохранить семью долго. Обычно постепенно отношение таяет. Вот на этот вопрос по поводу, что делать, ответ такой. Надо заниматься духовной практикой, чтобы вот эта вот идея, что влюблённость — это главное, а он меня не любит, и я теперь мучаюсь и буду дальше бороться за это. Это означает, что ты поклоняешься влюблённости, а не Богу. Надо учиться поменять своё настроение. Бог выше, чем влюблённость. Если человек не любит тебя, значит, надо учиться забыть его, научиться с помощью более высокого вкуса, духовного вкуса, с помощью молитвы забыть. Спасибо большое. Забыть этого человека очень легко. Когда человек начинает заниматься искренне, молиться святому человеку, то все вот эти вот иллюзии, иллюзорные идеи, они постепенно тают в жизни. Потому что влюблённость нужна только для того, чтобы создать семью. Всё. Это не является вот целью жизни, что вот я буду в него влюблена всю жизнь, хоть он меня не любит, не имеет значения. Это пустая трата времени. Он же не Бог, чтобы к нему всю жизнь быть влюблённым. Он имеет недостатки, этот человек. А если бы он не имел недостатки, наверное, бы он среагировал на твою влюблённость. Почему он не реагирует? Потому что он такой же эгоист, как и ты. Ты ведь тоже влюбляешься к нему, потому что хочешь наслаждаться мужчиной, отношением с ним.